Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 25 главе книги пророка Иеремии. Если 24-я была совсем-совсем краткой, то наоборот 25-я глава довольно пространная. И в ней есть несколько ключевых проповедей, откровений Бога своему народу через пророка Иеремию. Несколько связанных, конечно же, друг с другом, но все-таки вполне самостоятельных. Начинается 25-я глава с некоторой, если хотите, типичной, образцовой проповеди, свидетельства того, что Бог говорит своему народу. Слово, которое было к Иеремии, 4-й год Иакима, вот пророк Иеремия произнес всему народу иудейскому. И пророк говорит, что вот я уже 23 года все время вам говорю. Такое поэтическое выражение, видимо, идиоматическое для того времени. То есть, собственно, выражение это означает, что пророк приходит в храм Господень очень-очень рано утром на рассвете. Так что все, кто приходит в храм, они застают в нем пророка и слышат это слово с раннего утра, говорю вам, означает, что возможность услышать это предоставлено абсолютно всем иерусалимлянам, всем иудеям. Ну вот, что же именно в том слове Господнем, которое пророк с раннего утра говорит иерусалимлянам? Господь говорит, что он посылал пророков, а вы не слушали, не преклоняли ухо своего. Вам говорили, обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих, и тогда вы будете жить на земле. Значит, обратитесь каждый от злого пути своего и не прогневляйте меня делами рук своих, и тогда, говорит Бог, не сделаю вам зла. Если вы сами отвратитесь от злого пути своего и не будете нарушать закон, и будете исполнять заповеди, которые Бог дал вам, и не будете ходить вслед иных богов и прогневлять Бога делами рук своих, вот, не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе. Таким образом, Иеремия подводит некоторый итог не только своему четвертьвековому служению, но и современным ему пророкам и тем пророкам, которые следовали призыву Божьему в предыдущих поколениях. Вы не слушали их, вам говорили, вам все было сказано, но вы этого не захотели слушать. Это на самом деле ведь очень трагическая вещь, потому что люди, особенно в драматические, переломные моменты истории, впадая в состояние несчастное и трагическое, часто оправдывают себя тем, что, а мы не знали, чего на самом деле хочет от нас Бог. Мы думали, что вот там он этого хочет, а это не важно. Мы думали, что он хочет, чтобы мы изобразили из себя величие с перьями на шляпах, а что кровопролитие ему безразлично и так далее. Или вообще, а мы не понимали. Знаете, как вот в 30 лет прошло, как улетучилась советская власть, не к ночи будет помянута, а до сих пор люди говорят, ну, нас не учили, мы не знаем, как правильно. Бог через Иеремию говорит, нет, это неправда, вас учили, вам все было сказано, просто вы не хотели слышать, вы не хотели слышать. Это совершенно другая категория ответственности. Бог на самом деле говорит в данном случае вот этому народу, что вы сами не захотели. Помните, как он уже говорил через Иеремию в начале первой главы книги, вот я пошлю на них по губу плод помыслов их. Ну, вот примерно об этом же и речь. И поэтому так говорит Господь, за то, что вы не слушали слов моих, я пошлю северные все народы к Навуходоносору, он захватит эту землю, совершенно истребит землю сию, жители ее и окрестные народы, и довольно поэтично вот Иеремия говорит о том, как это будет, и прекращу у них голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, и вся эта земля будет пустыней и ужасом, пустыней и ужасом, вот. И народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. Они надеялись, что будет недели две, ну месяц, ну полгода, 70 лет. В общем-то, впервые возникает эта цифра, ну и судя по всему, примерно столько и длилось Вавилонское пленение. Вот Господь предупреждает о том, что плен будет долгим, и что только по окончании этих 70 лет он накажет царя Вавилонского и его народ за их нечестие и землю халдейскую, и свершу над нею все слова, которые написаны в книге сей, и я воздам им по их поступкам и по делам рук их. То есть, выглядит все это так, что когда Богу понадобился бич на Израиля, он приводит племена разнообразные под власть Новохудоносора, и Новохудоносор совершает какие-то действия, которые действительно оказываются карой Господней. А потом и самому Новохудоносору приходится отвечать за нравственную сторону самих своих поступков. Ну, конечно, не Новохудоносору. Как всегда бывает в истории, подлости совершают правители, а страдают и несут ответственность за них их народы. Правители нередко ухитряются вовремя отравиться. Понимаете, так и здесь на самом деле. Воздаяние будет халдеем за то, что делал Новохудоносор. Но важно не это. Важно, что на самом деле к Новохудоносору, как и к другим народам, которые так или иначе задействованы в этой исторической драме, народы, окружающие Вавилон, окружающие Иерусалим, вообще живущие на Ближнем Востоке, вот к ним всем предъявляются, в общем, одинаковые нравственные требования. И мы увидим это, мы это видели у пророка Аумуса, и увидим еще у других пророков следующей эпохи, когда Бог говорит Вавилонинам о том, что не следовало распаляться яростью на Иерусалимлян. Но дальше с 15 по 30, в общем-то, стихи и дальше Господь дает Иеремии еще одно видение, которое тоже довольно поэтично описано. Речь здесь идет вот о чем. «Так сказал мне Господь, возьми из руки моей чашу сию с вином ярости и напои из нее все народы». Нельзя сказать, чтобы мы точно знали, как это выглядело. Может быть, пророк отправлял каких-нибудь, не знаю, нарочных с небольшими сосудами этого вина из Иерусалимского храма всяким правителям. Так может быть, хотя все же это маловероятно. Скорее всего, он на четыре стороны света выплеснул чашу с вином, и где-то это вот происходило в Иерусалимском храме. Скорее всего, так это выглядело. Но важно вот что. Бог ему говорит, выплесни, напои все народы вином ярости, и они потеряют адекватность. Они обезумеют при виде меча. Они уже не смогут стоять в реальности. Они не смогут воспринимать реальность как реальность. И дальше Бог в своем слове пророку перечисляет, ну, практически всех, кто там в это время на Ближнем Востоке живет. И Иерусалим, и города иудейские, и царей, и фараона царя египетского, и весь смешанный народ, и всех царей земли Уц. В общем, тут длиннющий-длиннющий список. И вот им всем так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Пейте, опьянейте, изрыгните и падите, и не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. Речь идет о том, что вот все эти правители и народы напиваются до бесчувствия и ничего не понимают, что происходит, что они сами творят, что происходит вокруг них. Вот это безумие, потеря адекватности. Тогда, может быть, Иеремии казалось, что это нечто новое. Весь мир сошел с ума, и все народы одурили, вступая тем или иным боком в эту мировую, в сущности, войну, потому что Ближний Восток тогда едва не единственное относительно населенное и цивилизованное пространство, ну, вообще средиземноморья. И вот эта вот война охватывает там чуть ли не все. Вот они как безумцы оказываются в этом. И оказывается, между прочим, что трезвость, ясность мысли, ясность развлечения правды Божьей оказываются условием выживания, оказывается даже не заслуги какие-нибудь, а вот именно способность ясно мыслить, которая остается только у тех, кого угнали в вывела. Но вот эта способность ясно мыслить оказывается совершеннейшей драгоценностью. Драгоценностью, которая одна как талисман избавляла бы людей от гибели, от падения. Но поскольку вот это вот вино ярости Господней всех лишает разума, всех лишает адекватности, всех лишает способности трезво и честно взглянуть на свои поступки, все в конце концов разваливается. И дальше еще одна поэтическая стихотворная часть этой проповеди, где Господь говорит Иеремии, вот скажи им все эти слова. Господь возгремит с высоты, и из жилища святыни своей подаст голос свой. Речь о том, что в святилище Бога, которое находится на вершине горы Сион, и которое представляется такой наиболее высокой вершиной, конечно, это художественный образ, но тем не менее, вот из этой высоты гремит голос Божий, и шум дойдет до концов земли, потому что у Господа состязание с народами. Мы уже встречали и у Иеремии эту идею, и встретим ее, например, в книге Иова, представление о некотором состязательном процессе, в котором люди пытаются с Богом судиться. Вот Бог будет судиться со всякой плотью. И дальше смотрите, вот об этом Новохудоносоровом нашествии пророк говорит, так говорит Господь Саваоф, бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли. Речь идет о совершенно понятной, тщательно спланированной военной кампании, где Новохудоносор, последовательно перемещая войска, обеспечивая логистику и так далее, завоевывает Ближний Восток. Но Господь устами Иеремии сравнивает это с стихийным бедствием, с торжеством хаоса. Большой вихрь поднимется от краев земли, вот вихрь, налетевший, шквал. То есть на самом деле он все эти феномены, которые люди привыкли думать, относятся к сфере геополитики, каких-то глобальных процессов, что нужно обдумывать, осмыслять, искать там интересы и прочее, на самом деле просто шквал, просто стихия. И это для библейской парадигмы Иеремии, в частности, довольно важный момент. И вот пораженные Господом будут в те дни навозом на лице земли. И последние, заключительные стихи этой главы – это проповедь, которая обращена к тем, кто должен был следить за адекватностью и нравственным обликом народа Божьего. Выше уже было сказано о том, что все это потому, что вы не слушали голоса моего, все это дается потому, что чаша ярости Божьей заставляет вас утратить адекватность, ясность и трезвость мысли. И вот пастырем он говорит, что вы должны были это обеспечить. Исполнились дни ваши для заклания и рассеяния. Не будет убежище пастырем и спасение вождям стада. Потому что вот эти самые пастыри не справились с той задачей, которую ставил перед ними Бог. И он оставил жилище свое, и поэтому земля сделалась пустыней. И вот в логике этого последнего стиха, видите, оказывается, для Бога, для пророка и для той традиции, которая опирается на наследие пророка Иеремии, если Бог оставил жилище свое, если его здесь с нами нет, это пустыня. Если он с нами, значит пустыня расцветет.